Какие тайны скрывает прошлое? Как изменит жизнь технологии будущего? То, что казалось фантастикой вчера, может стать реальностью завтра. И об этом мы расскажем сегодня в эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. Небо над Арктикой будут охранять ракетные комплексы ТОР. Как военные модернизировали новейшую систему ПВО для условий вечной мерзлоты. Со времен развала Советского Союза арктическая полоса Российской Федерации осталась фактически без противовоздушного прикрытия. С виду, друзья, на самом деле враги. Животные, которые нападают на своих дрессировщиков, что вынуждает их проявлять агрессию. Она ударила лапой, а там пять таких кинжалов нормальных. И все сразу же три дырки на лице. Знаменитый бомбардировщик Ту-160 собираются превратить в гражданский самолет бизнес-класса. Сколько будет стоить этот проект? И кто сможет себе позволить такую новинку? В принципе, это летающий дом для пассажира, который ведет бизнес с широкой географией. И очень важно отдыхать именно во время полета, чтобы экономить время. Список самых опасных дорог мира возглавили горные серпантины в Гималаях. В каких странах можно встретить трассы смерти? И как на них выжить? Садистов из ЦРУ выпустили на свободу. Чем прославились психологи особого назначения из Ленгли? Кто стал жертвой их бесчеловечных опытов? Человек, который лил на меня воду, очень сильно меня бил. Там каждый день как наказание. Уж лучше смерть. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В 2018 году небо над Арктикой закроет новейший российский комплекс противоракетной обороны. На боевое дежурство заступят арктические ракетные комплексы ТОР-М2ДТ, разработанные специально для полярных условий. Эти комплексы Министерство обороны нашей страны впервые продемонстрировало на параде 9 мая 2017 года. Необходимость специальной арктической версии ТОРа продиктована суровыми условиями заполярья. Здесь зенитно-ракетным комплексом нужно шасси, способное преодолеть глубокий снег. Оборудование должно функционировать при минимальных температурах, гораздо более низких, чем стандартные для российской техники минус 50 градусов. До конца этого года небо над российской Арктикой возьмет под контроль первый дивизион арктических зенитно-ракетных комплексов. Какие боевые задачи они будут решать? Конструкцию вездехода арктического зенитно-ракетного комплекса ТОР-М2 разработали еще во времена Советского Союза. На шоссе вездеход разгоняется до 45 километров в час. По бездорожью на одной заправке он способен преодолеть до 700 километров. ТОР умеет безопасно ездить даже по минному полю. Нужно понимать, что со времен развала Советского Союза арктическая полоса Российской Федерации осталась фактически без противовоздушного прикрытия. Синит ракетная система ТОР для арктических широт, станет надежным прикрытием российских объектов. Машина состоит из двух частей. В первой сидит боевой расчет, во второй находятся радар и ракеты. Вся техника идеально работает даже при минус 70. В стандартный боекомплект арктического ТОРа входят 16 зенитных ракет вертикального старта. Они образуют безопасный зонтик противовоздушной обороны высотой 10 километров. Основными характеристиками арктического ТОРа являются возможность контролирования воздушного пространства либо в ручном, либо в автоматическом режиме, сопровождая до 24 целей, но и с возможностью обстрела до 4 целей. Самое главное, арктический ТОР может воевать без участия экипажа. В случае гибели боевого расчета машина сама переключается в автоматический режим и ведет боевые действия, пока не кончатся ракеты. Все можно поставить, и он будет какие-то функции выполнять. Перехваты, следить, да, и атаковать цели, если они появятся. Это такая программа у него заложена. В случае массированного нападения с воздуха крылатых ракет, вертолетов, самолетов или беспилотников, машины ТОР объединяются в единую мощную систему противовоздушной обороны. Он может работать как в паре с различными другими системами ПВО, а также выполнять задачи по уничтожению атакующих целей самостоятельно. В Арктике для зенитно-ракетного комплекса ТОР уже приготовлены замаскированные боевые позиции. Всего же в Арктику поставят свыше трех десятков ТОРов. С этого момента северные границы России будут плотно прикрыты от нападения с воздуха. В Большом московском цирке морской лев набросился на дрессировщика. Работник чудом остался жив. К счастью, нападение произошло во время репетиции. Взрослый самец выпрыгнул из бассейна и решил прогуляться по коридорам. Но на его пути оказался человек. Пострадавший отделался несколькими укусами и царапинами. Этот случай не единичный. В истории каждого дрессировщика есть масса аналогичных историй. Это риск, на который представители подобных профессий вынуждены идти ради зрелищных номеров и громких оваций. К сожалению, каждое десятое нападение заканчивается кровавой трагедией прямо на глазах у зрителей. Но почему с виду добродушные звери, привыкшие к обществу человека, вдруг проявляют агрессию? Какие секреты остаются за кулисами и становятся истинной причиной трагедии? Этот пятилетний медведь-гризли по кличке Рокки был самым примерным учеником и актером в труппе. Дрессировщики обучили его уникальному трюку – спортивной борьбе с людьми. Предложений для съемок всегда было очень много, но кадры из фильма «Полупрофессионал», вышедшего на экраны 10 лет назад, стали последними в звездной карьере медведя. На одной из репетиций Рокки напал на своего дрессировщика. Эта схватка человека и медведя длилась всего 8 секунд. Разжать пасть Рокки заставил перцовый газ. Его распылили ассистенты укротителя. Сам Штефан Миллер сумел даже встать на ноги после нападения, но уже через несколько минут умер от большой кровопотери. Дрессировщик Андрей Широкалов уверен, Миллер погиб, поскольку потерял бдительность и стал слишком сильно доверять животному. Каждый укротитель рано или поздно проходит через это испытание. Наша, рожденная у нас леопардиха, потеряв бдительность, я говорю, да ты моя же золотая, да какая же ты молодец. Я нарушил вот эту вот дистанцию, а тут же она вот не со зла, не убить меня, не покалечить, просто вот я нарушил эту дистанцию, она ударила лапой, а там пять таких кинжалов нормальных, и все, сразу же три дырки на лице. 15 лет назад точно такое же нападение едва пережил Рой Хорн. Шоу Роя и его напарника Зигфрида Фишбахера было самым популярным в Лас-Вегасе. Однажды во время представления тигр-альбинос Монтекорре вцепился дрессировщику в шею и потащил за кулисы. Зрители говорили, что в этот момент Хорн был похож на тряпичную куклу. В зале что-то произошло, то ли бахнуло, то ли вспыхнуло что-то. Он подумал, что дрессировщику грозит опасность. Он схватил его, как это кошки делают, за гривок и утащил за кулисы. Даже на операционном столе Хорн больше всего просил, чтобы тигру не причинили вреда. Дрессировщик стал инвалидом, но до сих пор уверен, животное просто пыталось его спасти. Он мой брат, я его не виню. Но самым свирепым животным, убившим больше всего людей, считается касатка по имени Тиликум. Этот самец жил в океанариуме развлекательного парка во Флориде и в разные годы убил четырех дрессировщиков. Последнюю жертву Тиликум утопил на глазах у зрителей в 2010 году и потом еще долго играл с телом погибшей. У касатки вообще, по-моему, единственный враг – это акула. Это животное, которое вполне способно убить и даже не почуть угрызения совести. Несмотря на жестокость, с которой Тиликум расправился с дрессировщицей, животное не усыпили, ведь касатки относятся к редким исчезающим видам. Впрочем, сами артисты цирка обычно не обвиняют животных в нападениях на них. Каждый укротитель, выбирая профессию, знает, на что идет. В книге рекордов Гиннесса эта специальность отмечена как третья по числу смертей. Чаще погибают только шахтеры и военные журналисты. Далее в программе. Знаменитый бомбардировщик Ту-160 собираются превратить в гражданский самолет бизнес-класса. Сколько будет стоить этот проект? И кто сможет себе позволить такую новинку? В принципе, это летающий дом для пассажира, который ведет бизнес с широкой географией. И очень важно отдыхать именно во время полета, чтобы экономить время. Список самых опасных дорог мира возглавили горные серпантины в Гималаях. В каких странах можно встретить трассы смерти и как на них выжить? Американские психиатры объявили в розыск человека из снов. Фоторобот, созданный по рассказам пациентов, уже опознали две тысячи человек по всему миру. Кто он и зачем приходит к людям во сне? Эти люди находились в разных странах, в разных городах, самая разная география, ничем не систематизируемая. Секта Евнухов мечтающая захватить власть в Российской империи. Кто ее создал? Зачем ее адепты вербовали дворян? И почему Скобцов и Стамбова боялись русские цари? В этой секте вам предлагают хоть что-то. По крайней мере, регулярное питание. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Эксперты из международного общества по чрезвычайным ситуациям на дорогах составили список самых опасных трасс мира. Возглавили рейтинг весьма оживленные горные серпантины в Гималаях. Это целая паутина неасфальтированных, узких, скользких и опасных дорог и троп, которые пересекают горный хребет в разных направлениях. На некоторых из этих путей до сих пор видны останки разбившихся автобусов и автомобилей. Несмотря на ежедневную опасность, этими дорогами продолжают пользоваться не только местные жители. Ежегодно сюда съезжаются толпы туристов. Какие еще дороги попали в рейтинг самых опасных? Где проходит трасса, которую называют прямым путем в ад? И чего стоит опасаться, если вдруг оказались на одной из этих печально знаменитых дорог? Дорогу Панги в Гималаях открыли в 2008 году, и она уже вошла в историю как самая высокогорная трасса в мире. Ее смертельно опасные серпантины находятся на высоте более 5 километров над уровнем моря. А от вида, который открывается из окон автомобиля, кружится голова даже у опытных альпинистов. Если вы оказались на одной из этих трасс, и будет вам что рассказать своим родственникам, детям и так далее. А главный совет, который, это усилить бдительность свою в тысячу раз. Вы находитесь не на обычной трассе, а на дороге опасной. На трассе Юнгас в Боливии ежегодно гибнет более 200 человек. После того, как на одном из участков сорвался в пропасть автобус сотней пассажиров, местные жители окрестили серпантин Дорогой Смерти. Она настолько опасна, что по ней не рисковали проезжать даже опытные водители. Не видно, где заканчивается обрыв, так как очень все зелено, и водитель может не сориентироваться в ворю. Асфальтом покрыты только первые 20 километров дороги. Водителей подстерегают резкие повороты, крутые подъемы и спуски, густые туманы и оползни. Но самое удивительное, что основной транспорт на этом дьявольском серпантине грузовики и пассажирские автобусы. Опасные дороги, как правило, пролегают в каких-то странах третьего мира, как правило. В большинстве случаев это те самые дороги, которые проложены по каким-то горным областям, где большой перепад высот и где сама дорога не позволяет быть широкой. По данным исследований, значительная часть аварий происходит на участках с хорошей видимостью и приличным асфальтовым покрытием. Именно такое шоссе в США, в штате Алабама, получило название «Прямой путь в ад». Его не зря считают одним из самых смертельно опасных в мире. По статистике, 30% всех ДТП в Америке происходит на этой автомагистрали. По обочинам почти через каждые 200 метров попадаются мемориальные таблички и кресты. Эта трасса длинная, спокойная, по американским меркам достаточно нормальная. Почему там люди гибнут? Дело в том, что однообразный сюжет за окном, он способствует тому, что водитель просто устает. Это синдром дальнобойщик, который долго за рулем и на какое-то время он просто засыпает и попадает в ДТП. Шоссе президента Дутра или автобан смерти самая смертоносная дорога Бразилии. В автокатастрофах на этой трассе ежегодно гибнет более 350 человек. Еще одна опасность этой дороги шайки грабителей. Они нападают на путешественников с наступлением темноты. Тут постоянно происходят несчастные случаи. Мы уже привыкли, что каждый день гибнут люди. Это проклятый участок. Даже в туристических путеводителях путешественникам советуют избегать этой дороги. Китайское шоссе Кодао-318 проходит в высокогорных провинциях Сычуань и Тибет. И эту трассу называют самой непредсказуемой в мире. На дороге зафиксировано рекордное даже для Китая количество ДТП со смертельным исходом. Только за последние пять лет в результате аварий здесь погибло более 30 тысяч человек. Я ее называю Тибетская дорога смерти. Она самая страшная вообще на восточном полуострове. Постоянно лавины, постоянно перемена температуры. Ты едешь, солнце светит, заезжаешь за поворот, там уже корка льда, ты срываешься, ничего не огорожено и так далее. Поэтому эта дорога действительно страшная. Но ее по-другому сделать нельзя. По мнению экспертов, чаще всего к трагическому финалу приводят не место расположения или характер дороги, а человеческая невнимательность. Автомагистрали в крупных городах поддерживаются в идеальном состоянии, но на количестве автокатастроф это не сильно сказывается. Бывший агент ЦРУ Сабрина де Сауза, которую осудили за причастность к организации секретных тюрем ЦРУ, вышла на свободу. Ее и еще 25 американских агентов заочно приговорили к тюремным срокам от 5 до 15 лет. Но в прошлом году их помиловали. Все осужденные вышли на свободу, отсидев всего по 2 года. В этом году независимым журналистам стало известно о существовании секретных тюрем на территории Сирии. В городе Эль-Хасака, который контролируют курдские ополченцы, содержится, по данным журналистов, около 50 пленников. Ходят слухи, что с ними работают так называемые психологи-садисты из Ленгли. Их нанимают для разработок новых действенных видов пыток. Чем известны эти люди? В каких войнах чаще всего прибегали к их помощи? И где еще в 21 веке продолжают издеваться над людьми? Американские психологи-убийцы проводили жуткие опыты над заключенными. С такими заголовками выходят газеты в США. В стране прошел громкий судебный процесс над двумя сотрудниками ЦРУ Джоном Ессеном и Джеймсом Митчеллом. Они решили проверить на людях методы, которые раньше применяли только к животным. Приобретенная беспомощность понятие разработанное психологом Мартином Селикманом. Он использовал разряды электрического тока, подвергал животных ужасным, мучительным и очень продолжительным пыткам. Так они становились беспомощными. Из материалов дела известно, что Джон Ессен работал в школе на базе ВВС США Фейрчайлд. Там военных обучают методикам выживания в плену. Ессен вызвался лично проводить учебные допросы бойцов. Позже они не раз жаловались психологу, что преподаватель издевался над ними, применяя жестокие пытки. Они предложили особый способ переламывания задержанных. Эти двое были уверены, если подавить людей психологически, они скажут то, что хотят услышать допрашивающие. О методах Ессена и Митчелла правозащитники узнали от освобожденных заключенных. Их долгие годы держали в так называемых черных тюрьмах, секретных объектах ЦРУ, где допрашивают подозреваемых в терроризме. Меня забрали в черную тюрьму, с меня сняли всю одежду, окунули в холодную воду, а затем подвесили. Меня подвесили за руки так, что я мог касаться пола только кончиками пальцев ног. В этом состоянии я провел сутки. Такие пытки продолжались около месяца. Попасть в самую известную черную тюрьму Гуантанамо на Кубе, по словам заключенных большая удача, ведь туда пускают врачей и правозащитников. Сулейману Абдуле не повезло. Он оказался в тюрьме на острове Диего Гарсия в полутора тысячах километров от материка. Помочь Сулейману было некому. Там в тюрьме было очень, очень плохо. Холодно, ты абсолютно голый, играет музыка, очень высокие тона. Я ничего не вижу. Так темно, очень, очень темно. Вообще ничего не видно. Крошечное помещение. Больше всего заключенные боялись пытки водой. Узника укладывают на спину. Его лицо обматывают тканью, которую затем беспрерывно поливают из шланга. Человек начинает задыхаться. После такого издевательства многие заключенные впадали в истерику и не могли даже говорить. Человек, который лил на меня воду, очень сильно меня бил. Он говорил, я знаю, ты моряк, но здесь дождь не закончится. И так каждый день. Там каждый день как наказание. Каждый день проблема. Уж лучше смерть. Показаниям бывших заключенных долгое время не верили. Но все изменилось, когда перед журналистами выступил сотрудник ЦРУ Джон Кириаку. Он рассказал, что руководство ведомства предложило ему научиться пытать заключенных. По данным Американской Ассоциации психологов, люди начинают сходить с ума, если они не спят семь дней подряд. После девяти дней без сна наступает смерть. Но агентам ЦРУ так разрешалось пытать заключенных 12 дней. К наиболее стойким заключенным, по словам Джона Кириаку, психологи ЦРУ применяли индивидуальный подход. На допросах они узнавали фобии узника, а затем воплощали их в реальности. Например, психологи узнавали, что человек страдает клаустрофобией и боится жуков. Тогда заключенного закрывали в гробу полным насекомых. Джона Кириаку за разглашение государственных тайн приговорили к двум годам тюрьмы. Но его признания помогли бывшим заключенным убедить суд начать разбирательство по делу Джона Ессена и Джеймса Митчелла, создателей методики пыток ЦРУ. Но, как стало известно прессе, психологи и бывшие узники подписали досудебное соглашение. Возможно, Ессен и Митчелл просто откупились от своих жертв. Правозащитники заявляют, правительство США долгое время обманывало своих граждан. Пытки по американским законам запрещены. Тем не менее, по словам Джона Кириаку, они применяются по сей день. Президент Барак Обам лгал народу. Он утверждал, что программ пыток не существует. Но это неправда. И в итоге неправду говорил он и сам. Я знал, что программа существует. Действующий же президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу заявил, что считает пытку водой эффективным методом для развязывания языков. На вопрос о том, применяет ли подобные методы ЦРУ, американский лидер ничего не ответил. Далее в программе. Американские психиатры объявили в розыск человека из снов. Фоторобот, созданный по рассказам пациентов, уже опознали две тысячи человек по всему миру. Кто он и зачем приходит к людям во сне? Эти люди находились в разных странах, в разных городах, самая разная география, ничем не систематизируемая. Дипломат, писатель, роковая женщина и предполагаемая убийца Максима Горького. Почему историки ищут связь Марии Закревской с западными спецслужбами? За что она могла убить русского классика? Несмотря на обычную внешность, в ней вот была харизма, которая к ней притягивала мужчина. Секта Евнухов мечтающая захватить власть в Российской империи. Кто ее создал? Зачем ее адепты вербовали дворян? И почему Скопцов и Стамбова боялись русские цари? В этой секте вам предлагают хоть что-то. По крайней мере, регулярное питание. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. На базе стратегического бомбардировщика Ту-160 скоро появится гражданский самолет. Этот аппарат станет редким и дорогим бизнес-джетом. Позволить себе такой авиалайнер смогут только очень богатые люди. И они уже нашлись в Арабских Эмиратах. По самым скромным подсчетам экспертов, переделка бомбардировщика в бизнес-джет обойдется в 150 миллионов евро. У гражданской версии придется заменить все секретные элементы. Гораздо проще и дешевле сделать новый пассажирский самолет. Но заинтересованные идеи арабские шейхи и двое миллионеров из Австралии настаивают именно на переделке бомбардировщика. Летать на нем на деловые встречи и переговоры смогут позволить себе лишь единицы. На какие еще причуды готовы пойти самые состоятельные люди планеты, чтобы полетать на легенде? Какие самолеты себе заказывают и какие модели бьют все рекорды стоимости? Это не номер в пятизвездочном отеле и не VIP-зал в дорогом ресторане. Falcon 900 LX один из самых популярных и роскошных бизнес-джетов в мире. Самолет потребляет вдвое меньше топлива, чем конкуренты. Например, Falcon может без дозаправки долететь из Нью-Йорка в Москву. К тому же лайнеру не нужна длинная взлетно-посадочная полоса. У них есть возможность и садиться на более короткую полосу и взлетать в силу наличия трех двигателей, которые при посадке включают там реверсы и тормозятся гораздо быстрее на разгоне придают большую тягу для взлета. Всего на борт помещается 19 человек. К их услугам комфортный салон с креслами, которые раскладываются в кровати. Стоит такое удовольствие 33 миллиона долларов. Удивительно, но это самый дешевый вариант из самолетов бизнес-класса. А вот усовершенствованная версия пассажирского самолета. Вместо нескольких рядов кресел здесь есть шикарная гостиная с телевизором и диваном, спальня и даже душ. Эксперты считают, что это идеальный самолет для больших делегаций и корпоративов. Линейч это 15-20 человек, там ребята корпоратив, там у нас выездная сессия чего-то, вот допустим у нас большой банк или большая компания, у нас есть свой корпоративный самолет. И мы за счет него решаем передвижение своих больших команд куда-то. Опять-таки про команды, да, для спорта, для чего-то еще. Стоит самолет 41 миллион долларов. Эксперты отмечают, с каждым годом богатых людей становится все больше, а значит и спрос на бизнес джеты будет расти. Комфортные самолеты позволяют бизнесменам не выбиться из сложного графика. Во время такого полета можно выспаться, принять душ и хорошо поесть. Ну, из таких плюс-минус простых, часто встречающихся вещей, это душевая, это спальня, в самых больших самолетах это можно все совместить, да, там делают отдельный салон, это конференц-зал, кабинет, спальня и душ. То есть, в принципе, это летающий дом для пассажира, который ведет бизнес с широкой географией и очень важно отдыхать именно во время полета, чтобы экономить время. Лидер по экономии времени Бомбардье Глобал Экспресс. Удивительно, но владелец этого лайнера легко может долететь из Нью-Йорка в Токио без дозаправки. В комфортном салоне помещается до 19 пассажиров. При этом тесно им не будет. Эксперты отмечают, этот лайнер идеально подходит для гастролирующих звезд. Именно поэтому такой самолет есть у певицы Селин Дион и телеведущей Опры Уинфри. Когда вы платите 50 миллионов за самолет, безусловно, салон должен быть безупречным. Что там должно быть? Ну, конечно, кресло, столики, какое-то оборудование, которое управляется с клавиш. Это диваны, это красивые подушки, обшитые панели. То есть это может сравнить с яхтами. Вот самолет по качеству производства салонов, вот эти дорогие самолеты, это примерно то же самое. Falcon 7X один из самых технологичных бизнес-джетов. На самолете установлены три двигателя. Они позволяют пилотам садиться в самых отдаленных уголках планеты. Обычно такой лайнер приобретают владельцы частных островов. Ну, это того стоит, потому что их характеристики они действительно поражают. Короткая полоса может быть на острове, может быть на фазенде, где-то еще. Вот действительно у них сокращенный взлет и посадка. За счет того, что у них имеется три двигателя, что редкость для бизнес-джета. Эксперты отмечают, с каждым годом полеты на таких самолетах становятся доступней. Например, аренда лайнера на самых популярных направлениях из Москвы в Цюрих, Париж или Лондон обойдется в 36 тысяч евро. Всего несколько лет назад стоимость перелета доходила до 100 тысяч. Существует несколько компаний, которые предоставляют такие услуги. По факту, с точки зрения финансовой и коммерческой эффективности, это невыгодно по сравнению с арендой частного самолета на разовой основе. Но снимает вопрос о подборе каждый раз самолета, поиске и так далее, потому что клиент просто сообщает в компанию собственный маршрут, ему организуется перевозка. Шеринг подразумевает, что вы не владеете одним конкретно самолетом. Самый дорогой бизнес-джет создали для саудовского принца Аль-Валида Ивенталала Аль-Сауда. Эксклюзивный самолет сделали на основе пассажирского Airbus A380. На его борту гараж для двух автомобилей и комната для молитв, которая вращается, чтобы лицо пассажира было направлено в сторону Мекки. Салон лайнера больше напоминает дворец. К тому же в самолете есть бассейн, а интерьер полностью покрыт золотом. Стоит этот роскошный лайнер рекордные 500 миллионов долларов. Кастрация продлевает жизнь, заявили исследователи из британского научного журнала Current Biology, который публикует новейшие работы в области биологии. Исследование длилось несколько лет. На первом этапе теорию проверяли опытным путем на животных. Эксперименты на мышах и крысах подтвердили. Кастрированные самцы жили на четверть дольше своих обычных собратьев. Второй этап был менее жестоким. Биологи проследили историю евнухов в корейской королевской династии Чосон. Изучение архивов привело к неожиданным выводам. Евнухи становились долгожителями в 130 раз чаще, чем нормальные мужчины. Даже сама мысль о кастрации вероятнее всего пугает любого нормального здорового мужчину. Но в истории были случаи, когда ради власти приходилось жертвовать самым дорогим. Знаменитая секта скопцов Российской империи стала первой тоталитарной сектой, которая организовалась во имя богатства и власти. Почему историки назвали скопцов тайными правителями России? Что заставляло родовитых дворян вступать в их ряды? И кто из царей считался покровителем этой странной организации? Зимой 1967 года в больницу города Старица привезли окровавленного мужчину. Оказалось, что пострадавший оскоплен, у него удалены половые органы, пациент умер от потери крови. Милиция выяснила, что погибший адепт секты скопцов. До этого дня считалось, что она перестала существовать еще в 40-е годы 20-го века. Секта скопцов зародилась в конце 18-го века. Ее адепты считали, что после удаления половых органов человеку больше не страшны плотские искушения. Вот скопцы всерьез, на полном серьезе считали, что если они отрежут себе тестикулы, отрежут себе половой орган, то они станут чистыми. Понятно, что с точки зрения нормального христианства это сущая глупость. Даже если человеку отрезать руки, он все равно сможет воровать. В начале 19-го века последователи секты скопцов действовали во всех губерниях Российской империи. Их ячейки называли кораблями или ковчегами. Во главе каждого стоял лидер Корнчий. Он постоянно занимался вербовкой новых адептов. Ведь сторонники секты физически не могли иметь семьи, рожать детей и обращать их в свою веру. Поэтому им было необходимо постоянно привлекать новых последователей. Конечно, огромное количество людей на это шли. Эти люди, конечно же, подвергались психологической обработке. Никто им сразу не говорил, что давай, хочешь быть с нами, отрезайся все и все. Нет, их потихонечку вовлекали. Скопцы славились своим богатством. Среди них было много купцов. Историки заявляют, сектанты даже выкупали крестьян у их хозяев. Правда, с одним условием. Освобожденного немедленно кастрировали. Давайте себе представим просто жизнь рядового крестьянина в то время. Крепостное право, нищета. В этих условиях, когда вы являетесь абсолютно нищим, бесправным, в этой секте вам предлагают хоть что-то. По крайней мере, регулярное питание. Лидером скобцов был основатель секты Кондратий Селиванов. В Петербурге многие дворяне считали его святым старцем, который через самоистязание приблизился к Богу. По словам историков, за благословением и советом к Селиванову приходили представители богатейших семей России. Скобцы охотно их вербовали, однако дворян не кастрировали. Их использовали в качестве агентов для решения проблем во властных структурах. Там уже связи, скажем, в Москве, в Петербурге, там уже связи были повыше, выходили на чиновников, на сановников, на людей, которые были близки и даже ко двору. Влияние скобцов возросло настолько, что их лидеру Селиванову даже разрешили встретиться с императором Александром I. Часть историков считает, что царь покровительствовал сектантам. Но, по мнению писателя Вадима Бурлака, император просто использовал скобцов в своих целях. Александр I пытался мирным путем, не наказанием уничтожить эти секты, а как бы привлечь, чтобы они на благо России работали. И действительно, они приносили какие-то деньги, они всевозможные оказывали в разных губерниях, там, скажем, строили, были случаи, когда они строили больницы, приюты всевозможные. После падения монархии в России на скобцов начались гонения. Большевики хотели завладеть легендарными богатствами сектантов. Допрашивали представителей этой секты, допрашивали, где хранятся богатства, выясняли счета в зарубежных банках, или просто зарытые сокровища по старинке. И, в общем-то, практически, судя по протоколам допросов, практически никто не сообщил чекистам, где хранятся сокровища. Многие из скобцов бежали за границу. По словам исследователей, сейчас идеи скобчества снова начинают входить в моду. Правда, немного в другой форме и пока только за рубежом. Так, кастрированный полковник армии США Виктор Ченни утверждает, что удаление половых органов продлевает жизнь на 15 лет и снижает уровень холестерина. В этом году Россия отметила 150 лет со дня рождения Максима Горького. Его биография изучена досконально, за исключением одного эпизода. Историки до сих пор спорят о причинах смерти писателя. По одной из версий Горького отравили. Причем обвиняет в этом преступлении последнюю любовь классика Марию Закревскую. Горький называл ее железной женщиной. Она прославилась не только дипломатической деятельностью, но и любовными интрижками с самыми выдающимися персонами эпохи. Уже много лет историки пытаются выяснить, занималась ли она шпионажем и если да, то на какую страну работала. Как она использовала своих любовников и за что могла отравить Максима Горького. Шпионка и самая коварная обольстительница 20 века. Так историки называют Марию Закревскую. Она использовала те же методы, что и знаменитая куртизанка Мата Хари. Закревская влюбляла в себя мужчин и добывала ценные разведанные через постель. Красавица нельзя было назвать. На обычную внешность, несмотря на обычную внешность, в ней была харизма, которая к ней притягивала мужчин. Более того, как в ряде воспоминаний пишется, она в постели тоже была таким человеком, который мог действительно найти подход к ключу к мужчине и расположить мужчину к себе так, что он потом за ходил как собачка. Мария часто навещала своего сводного брата Платона, работавшего в русском посольстве в Лондоне. Там девушка и познакомилась со своей первой жертвой, эстонским дворянином, дипломатом Иваном Бенкендорфом. Бенкендорф был потомок того самого господина Бенкендорфа, основателя тайной полиции. Она владела английским и немецким языком совершенства, основа французский. Она попадает, естественно, в поле зрения и английских, и уже советских спецслужб. Но этот брак продлился недолго. В 1918 году крестьяне зверски убили Бенкендорфа в его родном поместье в Эстонии. Историки считают подозрительным, что сама Мария в тот момент была в полной безопасности в Петрограде. Прекрасно понимая, чтобы иметь отношения и не быть посаженной в тюрьму, она будет работать на Советский Союз. И будет работать со службой Советского Союза, именно со спецслужбой. Таким образом, негласное сотрудничество все-таки состоялось. Загревская ни дня не горевала по убитому мужу и отправилась устраивать свою личную жизнь в английское посольство. Возможно, это было ее новым спецзаданием соблазнить знаменитого британского разведчика Роберта Брюса Локарта и раскрыть его план. Локарт влюбился в беспамяти Марию. Локарт, он ведь помимо того, что выполнял функции посла, он фактически возглавлял заговор посла. То есть заговор, который должен был привести фактически к перевороту в России. Этот заговор был раскрыт и Локарт был арестован. Причем интересно, арест происходил как раз в присутствии Марии Закревской. Ее тоже задержали. В подвалах Лубянки Мария провела всего несколько дней. По данным историков, Закревскую допрашивал лично один из руководителей чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Яков Петерс. Считается, что он был куратором и покровителем советской маты Хари. Вот у них уже появились такие интересные отношения. Закревскую спросили, были ли у нее интимные отношения с руководителем ЧК. Она написала уже в последующем, что да. Следующей целью этой роковой красавицы стал писатель Максим Горький. Закревской удалось устроиться к нему на должность секретаря. Именно НКВТ буквально в смысле это слово сделало так, чтобы негласно в одном из советских ресторанов познакомиться с Максимом Горьким. Таким образом состоялась эта первая встреча, которая и помогла непосредственно Закревской. Их отношения быстро превратились в любовные и продолжались почти 13 лет. Горький даже посвятил Марии роман «Жизнь Клима Сомгина». Специалисты обратили внимание на одно странное совпадение. Именно Закревская была с писателем в последние минуты перед его смертью. Такое серьезное обвинение, что она помогла Горькому уйти из жизни. И после ее ухода Горький умирает. И исчезает стакан, который стоял возле Горького. То есть вот возникла такая версия, что она туда могла подсыпать яд, дать выпить. Горький скончался. Незадолго до смерти Горький предлагал Марии стать его женой. Но она отказалась. Закревская вышла замуж за барона Николая фон Бутберга. Причем сделала это исключительно в интересах своей тайной службы. Барон был бедный человек, но мод утила такой гуляка, но это был настоящий барон. То есть став, выйдя за него замуж, она стала реально баронессой. С мужем она буквально прожила там несколько дней, потому что брак был фиктивный, но он ей получил, дал возможность получить эстонское гражданство. Но и это еще не все. Перед очарованием Марии Закревской не устоял и английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Исследователи уверены, что и за этим знакомством также стояла НКВД. А вот это была уже тщательно подготовленная деятельность советских спецслужб. И Герберт Уэллс лично объяснил с Владимиром Лениным, поэтому естественно человек, пользующий огромнейшим несомменным авторитетом Великобритании, был нужен для того, чтобы через него получались определенные сведения и определенная информация, необходимая для НКВД. Уэллс тоже предлагал Закревской выйти за него замуж, но она отказала и ему. Мария жила с писателем в Англии вплоть до его смерти. Он завещал ей 100 тысяч долларов. Историки утверждают, что Закревская могла быть двойным агентом и шпионить одновременно в пользу Советского Союза и для Великобритании. Но Закревская уничтожила доказательства своих связей со спецслужбами. Все свои рукописи и личный архив она сожгла в автомобильном трейлере на заднем дворе своего особняка. А вы видели этого человека? Компанию под таким названием организовали врачи-психиатры. В январе 2006 года пациентка известного нью-йоркского психиатра нарисовала это лицо и рассказала, что мужчина часто приходит к ней во сне. Он регулярно дает советы относительно личной жизни, а иногда предсказывает события из будущего. В реальной жизни он ей никогда не встречался. Увидев этот рисунок на столе врача, через несколько дней другой пациент заявил, что тоже регулярно видит этого человека во сне. После этого психиатр разослал копии рисунка своим коллегам, у которых были пациенты с повторяющимися снами. В течение нескольких месяцев нарисованного незнакомца узнали четверо. После того, как рисунок попал в интернет, людей, видевших таинственного незнакомца во снах, стали находить по всему миру. Их уже около двух тысяч. Что это? Массовое помешательство? Кто такой этот человек из сна? И как объяснить это явление с научной точки зрения? Американские психиатры объявили розыск человека из снов. Фоторобот загадочного мужчины разослали во все штаты, а потом и за их пределы. Поначалу многие считали, что это просто чья-то злая шутка, но эксперты уверяют, это не так. Человека из сна уже узнали тысячи людей по всему миру. По примерной статистике этого человека видела во сне более двух тысяч человек, причем эти люди находились в разных странах, в разных городах, это Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Москва, Пекин, самая разная география, ничем не систематизируемая. Каждый, кто видел этого таинственного мужчину описывает его так. Невысокий брюнет с тонкими губами, густыми бровями и хитрыми глазами. Но кто этот человек и почему он приходит исключительно во сне? Во сне, как известно, правое полушарие активно, левое полушарие спит. В это время человек может видеть сны, и в одном из этих тонких миров может оказаться вот наш вот этот искомый человек. Долгое время специалисты считали, что человек из сна всего лишь плод воспаленного сознания. Ведь первыми, кто его увидел, стали пациенты психиатрических клиник. Вот только спустя пару месяцев таинственный мужчина начал являться абсолютно здоровым людям. Согласно теории Карла Юнга, его архетипом и коллективному бессознательному такое вполне возможно. Но нужно учитывать также и то, что образы, которые мы видим во снах, они довольно расплывчатые. Звучит невероятно, но уже к 2009 году у этого загадочного персонажа появилась личная страничка в соцсети, на которую подписались более 44 тысяч человек. И каждый из них уверял, что лицо человека из сна кажется им невероятно знакомым. Мне снилось, что этот человек был в моем зеркале, наблюдая за мной и ничего не говоря. «Он был в очках, он не двигался все то время, пока я его видела. Он был как статуя, так и остался». Загадку человека из сна пытались разгадать даже священнослужители. По их мнению, он может быть ангелом-хранителем. В общем-то, каких-то ангелов, какие-то образы, которые помогают нам в трудной ситуации выйти из нее, видят многие люди и не запоминают. Многочисленные исследования показали, большинство видевших загадочного человека во сне обладает экстрасенсорными способностями. И что самое интересное, никто из них об этом даже не подозревал. Стихийные экстрасенсорные возможности, они могут проявиться у человека в течение жизни, а могут вообще не проявиться. Все зависит от окружения, от обстоятельств, в которые этот человек попадает. Изучив истории десятков исследуемых, клинический психолог Вадим Кузьменко убедился, человек из сна вовсе не массовое помешательство, а самая настоящая спланированная спецоперация. Это задача выявить вот этих медиумов, людей, которые обладают экстрасенсорными возможностями стихийными. Дальше происходит то, что те, кто увидели этого человека во сне, они должны написать гостевую книгу. свои контакты оставить. Но если все действительно так, то кому и главное зачем это нужно? По мнению экспертов, людей с экстрасенсорными способностями специально вычисляли, а потом вербовали американские спецслужбы и тем самым формировали из них огромную агентурную сеть по всему миру. Исследователи внимательно изучили фоторобот человека из сна и с помощью специальной программы вычислили. Загадочный персонаж очень похож на Джозефа Безоса, главу одной из крупнейших торговых компаний мира. Он подмял под себя книжную, по последним данным, которые у меня есть, он подмял под себя всю книжную сеть Америки, он подмял под себя всю почтовую сеть Америки, и даже Трамп выступил с угрозами, ну, с негодованием в его адрес, что он монополист, такой жесткий монополист, который вокруг давит всех конкурентов. Специалисты подсчитали, в 2017 году состояние Джозефа Безоса составило 100 миллиардов долларов, и вполне возможно, что часть из этих денег он решил вложить в некий секретный проект, конечная цель которого никому неизвестна. Андре Мороа говорил, самые лучшие оракулы изъяснялись загадками. Давайте их разгадывать вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok